Так, следующую лекцию прочтет Михаил Алексеевич Пятницкий. У него несколько аффиляций, я назову одну, а про остальные он, наверное, расскажет сам. Он старший научный сотрудник отдела биоинформатики, НИИ, биомедицинской химии имени Ореховича. Михаил Алексеевич, передаю вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, я бы хотел поблагодарить организаторов за возможность выступить с этим докладом. В настоящий момент я аффилиирован с четырьмя конторами в разной степени. Это институт биомедицинской химии, компания Гера, второй медвыпускником которого я являюсь, и стартап с таким громким названием персональная биомедицина. Мой доклад состоит из двух частей. В первой я попробую рассказать какие-то общие вещи про геномику рака. Во-вторых, как это можно применять на практике. Дисклеймер заранее. То есть какие-то вещи могут вам показаться очень простыми. Я прошу отнестись к этому снисхождением. Окей, значит, трудно представить себе современную биологию, современную биомедицину без омикских технологий. Главное отличие от того, что мы делали раньше, то, что теперь мы можем мерить много-много-много параметров, и это накладывает свои особенности на то, как с этими данными работать, как анализировать, хранить, получать и так далее. Конечно, вы все знаете, что есть масса разных омик, но в клинике и в онкологии в первую очередь идет геномика. Сергей Александрович Машковский вам вчера рассказывал про протеомику, но, как вы могли понять, протеомика не смискала большого клинического применения из-за ряда своих сложностей. И в онкологии в первую очередь эта геномика в несколько меньшей степени транскриптомика. Поэтому я сосредоточусь в основном, когда я буду говорить про ромотехнологии, это анализ генома. Но вот эту картинку я еще раз извиняюсь, наверняка вы видели ее 100 миллионов раз. Но интересно, например, что Illumina сейчас обещает нам давать экзом за 100 долларов. То есть даже не тысяча, не совсем прямо сейчас, но вот-вот. Ну, естественно, я не буду вам рассказывать про то, как происходит секвенирование. Это некий волшебный процесс. Но главное, что нужно понимать, это то, что мы получаем короткие, читая ДНК, мы получаем короткие длиной 150-100 буквок. И дальше мы их выравниваем на некий референсный геном, который мы знаем заранее. И можем находить мутации, определяя мутации в конкретной, будь то в опухоли или в здоровой ткани. Мы можем благодаря такому анализу являть самые разные типы мутации. Можем находить точечные мутации, можем находить энделы, можем работать с изменениями копийности, находить точки транслокации и так далее. Используя ту же самую технологию, мы можем и работать с экспрессией генов. В этом случае, картируя гены на геном, чем больше ридов откартировалось на ген, тем больше можно сказать, что есть его экспрессия. Ну, конечно, нормируя на длину и так далее. То есть, с помощью одной технологии мы можем получать как данные о мутациях, так и данные об экспрессии генов. Переходя к онкогеномике. Вообще, такое, сейчас нам кажется простым, понятие, что злокачественные опухоли и генетические заболевания, к этому шли вообще довольно долго. Потому что мы из опыта знаем, что многие самые разные причины являются причинами возникновения опухоли. Это и химикаты, и вирусы, и излучение и так далее. И диета, и масса самых разных причин. Но все это в конечном итоге приводит к возникновению мутаций в определенных генах, которые контролируют клеточный рост или которые участвуют в репарации ДНК. И приводит к возникновению опухоли. Говоря о мутациях, мы можем их подразделить на две части. Это соматические, которые возникли в ткани ДНОВА, и они не передаются потомкам, естественно. И они составляют большинство раков. Выделяются большинством причин раков, там 70-80%. И генеративные мутации. Это те, которые мы наследовали от папы с мамой. Они у нас сидят в ДНК половых клеток. Есть всякие страшные болезни типа синдрома или форумения, когда у вас уже мутирован заранее важный раковый ген. И, соответственно, ваш риск возникновения опухоли гораздо больше. И одна из проблем, которые нужно решать при работе с данными, это умение отличать соматические мутации от герминативных, потому что соматические с большей вероятностью будут являться причинами возникновения. Говоря о развитии рака, одна из главных причин, по которой с ним так тяжело бороться, потому что мы боремся с эволюцией. С эволюцией очень сложно бороться. Антибиотики, поэтому очень трудно бороться, потому что в этой битве мы всегда будем отставать. В случае рака мы тоже боремся с эволюцией, потому что раковые клетки непрерывно мутируют. Там действует закон Дарвинской эволюции. Когда вы лечите каким-то препаратом, вы тем самым тоже вносите некий фактор отбора. То есть пройдя через это бутылочное горлышко лечения, кто-то обязательно выживет и даст вам рецидив через определенное время. Следствием наличия этих клонов является то, что опухоль на поздних стадиях является очень сильно гетерогенной. То есть в разных ее участках клетки обалдают разными наборами мутаций. Например, есть работа, где пытаются анализировать, анализируя мутации в разных частях, выстраивать филонетическое дерево клонов, то есть строить настоящую филогению, настоящую эволюцию. И вот эта проблема, то, что мы должны уметь работать с разными субплодными опухолями, это тоже критически важный момент. Вот просто для иллюстрации в работе взяли 8-9 кусков из опухолей и плюс из двух метастазов. Мы видим, что 63% мутаций не обнаружатся в всех образцах. То есть какая большая степень гетерогенности. То же самое с экспрессией. Видите, что опять здесь у нас это гены, это образцы. Мы видим, что в разных образцах одни гены идут вверх, в других образцах они идут вниз. То есть опять это генетическая гетерогенность, она как на уровне мутаций, так и на уровне экспрессии генов. Существуют разные подходы, которые позволяют этим бороться. Первый подход состоит в том, что найти те мутации, которые мы надеемся клинически значимы, которые возникли на ранних стадиях, и поэтому они должны быть исторически у большинства клонов. Для этого нужно делать ультраглубокое секвенирование. Второй подход — это попытка бороться каждый раз с тем клоном, который является доминантным, и он требует повторных биопсий во время прогрессии опухоль, возможно, мониторирование ответа на течение с помощью щадящих малоинвазивных анализов, анализируя циркулирующую опухоль в ДНК и так далее. Дальше наши мутации, конечно же, не все одинаково важны. И есть мутации, которые дают преимущество в росте клеток, они называются драйверными. И есть те, которые возникли из-за того, что в клетке на поздних стадиях поломана система репараций, возникает так называемый мутаторный фенотип, то есть когда мутации возникают в разных участках генома. Драйверы локализуются в определенных генах, то есть не любая мутация в таком гене будет драйверной. Их в среднем от 2 до 8 требуется для возникновения опухоли. И самая главная проблема от лечения драйверной от пассажирской мутации, потому что с пассажирской мутацией нам делать вроде бы нечего, но она есть и есть. А драйверные мутации на некоторые из них можно воздействовать и тем самым лечить рак. Но еще и проблема, что далеко не любой гендрайвер, мы можем на него воздействовать в нашей терапии. Коротко, что раковые гены делятся на онкогены-супрессоры. Значит, онкогены — это мутировавшие прото-онкогены, это гены, которые в нормальных клетках отвечают за клеточное развитие. Примеры классические GIFAR, KERAS и так далее. Очень любят все сравнивать с неисправной педалью газа в автомобиле, когда ваш автомобиль неконтроливо ускоряется. Разные механизмы активации прото-онкогенов, амплификация, точечная мутация, перестановки, в результате которых ген попадает под более активный промотор и так далее. Значит, супрессоры — это некий антагонист онкогенов. Условно делятся на две категории. Это либо хранители клеточного цикла, которые контролируют клеточный рост и деление, восстанавливают клеточный цикл в определенных этапах, или это гены, которые связаны с репарацией. Тоже классические примеры. В отличие от онкогенов, для того, чтобы возникла опухоль, одним из необходимых условий является наличие мутации в обеих аллелях. То есть онкоген нам достаточно, чтобы у нас одна копия была хотя бы активной, более активной, чем в норме. Для супрессоров нам нужно убить обе копии. Вопрос к публике. Как вы считаете, мутации, которые активируют гены, встречаются чаще или реже, чем инактивирующие? Конечно, реже. Отлично. Потому что, когда вам нужно… Если вы смотрите на мотор автомобиля, вы там откручиваете какую-то гаечку. С какой вероятностью вы при этом улучшите мотор? Ясно, что очень маленькая. Скорее всего, вы что-нибудь сломаете. Конечно же, мутации, которые активируют, они будут встречаться реже, чем инактивирующие. И существует такой rule of thumb, эмпирический способ отличать онкоген от супрессора. Это смотреть на мутации. Если их более 20% встречаются в одной и той же позиции, меняя одну и ту же аминокислоту, то это скорее онкоген. И наоборот, большинство мутаций должно быть активирующей, и они скорее будут рассыпаны по всему гену. Ну, я не буду опять на этом останавливаться. Мутации типа loss of function. Это для супрессоров, да? То есть это тронкейтинг, миссинг мутации и так далее. Активирующие мутации, увеличение копийности, замены, ну и так далее. Какие типы раковых генов у нас являются вмешениями для лекарств? Супрессоры или онкогены? Отлично. Конечно же, ломать не строить. То есть нам гораздо проще что-то испортить, чем починить утраченную функцию. Существуют, конечно же, свои подходы к лечению супрессоров, но они с трудом находятся в свою дорогу в клиническую практику. При этом чаще воздействуют, чаще работают именно с последствиями или с причинами мутации супрессоры. Ну, опять, не буду подробно рассказывать, но, например, можно давить не сам супрессор, а те гены, с которыми он взаимодействует. Можно ингибировать каскады, сами каскады, которые активились из мутантного репрессора и так далее. Или генетику пробовать на нее воздействовать. Генная терапия, конечно же, есть, но она по понятным причинам пока малоэффективна. На этой картинке показан путь развития ракового генома. То есть постепенно нарастает эта геномная нестабильность из-за постепенного накопления мутаций от детства к поздним стадиям рака, когда у нас возникает мутаторный генотип, ломается система репараций, и мутации нарастают, как снежный ком. И на поздней стадии раковый геном совершенно страшно выглядит. Вы все это знаете. Масса изменения копийности генов, число хромосом меняется и так далее. Возвращаясь к первым слайдам про секвенирование. Конечно же, как только у нас появились секвенаторы, все стали сразу думать, давайте попробуем секвенировать опухоли, посмотрим. Наверняка это даст нам какие-то инсайты, как с этим бороться. Сделали проект, международный проект Cancer Genome Consortium. Его сделали, по-моему, в 2006 или 2007 году. И целью было собрать 500 пар разных опухолей, при этом брать максимально полный портрет молекулярной опухоли. То есть смотреть на геном, смотреть на транскриптом, на телом, клинические данные. И идея в том, что когда мы все это вместе проанализируем, то мы поймем больше про раковую биологию. Ну, там про страны, разбивка. Но больше пользуются частью этого проекта, американской так называемой TCGA, Cancer Genome Atlas. Она просто по историческим причинам сайт более удобный и так далее. Она сейчас объединилась с другим проектом Target. Здесь секвенируются педиатрические опухоли, прежде всего лейкозы, а это опухоли болезни взрослых. Вы можете зайти на этот сайт. На данный момент там 14,5 тысяч больных проанализировано. Сколько там? 39 типов опухолей. Пожалуйста, все скачивается. Но до определенного уровня. Вы можете скачать соматические мутации, если вы там условия человек с улицы, но вы не можете скачать герминативные мутации. Опять герминативные мутации можно скачать, если вы там заботитесь получением доступа. Что мы поняли, изучая раковый геном, когда мы просеквенировали несколько сотен, несколько тысяч раковых образцов? Выясняется прежде всего, что опухоли ужасно гетерогенны между собой. Вот смотрите, здесь каждый график — это отдельный тип опухоли. А здесь это у нас число мутаций на 1 мегабазу. И вы видите, что они разные. Но обратите внимание, что это шкала логарифмическая. И даже в пределах одной опухоли мы видим, что скорость мутирования различается более чем в 100 раз. Не говоря уже о том, если сравнить между собой разные типы опухоли. Более того, выясняется, что не только между разными пациентами разная скорость мутирования. Выясняется даже, что в пределах одного генома она различается более чем в 5 раз. У каждой опухоли свой паттерн нуклеотидных замен. То есть каждая опухоль высокоиндивидуальна. И когда все говорят, что надо лечить болезнь больного, то в случае рака это более чем справедливо. Далее. Если смотреть на те мутации, которые являются несинемичными, то из них в среднем в опухоли, опять это очень сильно варьирует от опухоли к опухоли, но в среднем встречается порядка сотни. 50, 30, 100. С другой стороны, это зависит от того, каким методом по идентификации синемпов вы пользуетесь. Мольшинство мутаций, конечно же, это обычные замены. Другой интересный факт состоит в том, что все классические раковые гены, они на самом деле мутируют достаточно редко. То есть есть, конечно же, какие-то отдельные виды опухоли, когда это, по-моему, наверное, рак легких, когда КЕРА смутирован в 70% случаев. Но вообще, в целом, по больнице, все классические раковые гены мутируют достаточно редко. То есть нет такого одного гена, который бы мутировал прям вот всегда-всегда-всегда. Другим интересным наблюдением является подразделение различных опухолей, так называемых два класса. Это опухоли, в которых преобладают мутации, связанные с точными заменами, и так называемый М-класс. И опухоли, в которых преобладают мутации, связанные с изменением копийности. Это C-класс. Ну, опять на это можно смотреть и изучать. Дальше, когда мы имеем дело с таким разнообразием генетических данных о раке, то часто их рисуют в виде таких называемых круговых диаграмм, где у нас первый слой — это координаты в геноме. Дальше мы можем накладывать уровень экспрессии, откладывать имеющиеся соматические мутации, уровень изменения копийности и так далее. Ну и вот, глядя на такую диаграмму, вы получаете портрет молекулярный, характеризующий опухоль в конкретном пациенте. Существует ряд работ, в которых анализируются полученные данные. То есть поскольку сейчас нам доступны уже тысячи разных образцов, то существуют самые разные, очень интересные, крайне рекомендую, работы, в которых делается попытка такого интегративного анализа вывести какие-то общие закономерности. Но, естественно, для каждого отдельного типа рака публикуется одна работа, обычно в очень престижных журналах, где делается молекулярный портрет, описывается подробно именно конкретный опухоль, изучаемый по результатам TCGA. Но, конечно же, можно же пойти на TCGA, скачать эти данные сами и анализировать их руками. Но это тяжело, потому что не каждый в душе, значит, в плане заниматься биоинформатикой. И поэтому существуют порталы, которые позволяют вам быстро посмотреть какие-то вещи, которые вас интересуют в определенном типовом обухоле. Один из примеров — это так называемый CBAI-портал. Туда вы можете зайти, там достаточно простой интерфейс, вводите список интересующих вас генов и смотрите, в каких раках мутируют эти гены, такого типа мутации и так далее. Можно даже, например, строить всякие красивые картинки, совмещая данные по экспрессии с… Вот, например, здесь данные по изменению копийности. Чем больше копийность, тем в среднем больше экспрессии. Вот какие-то простые вещи, но быстро. Другим таким часто используемым порталом является UCSC, Cancer Genome Browser. У него свой интерфейс специфический, но опять-таки им тоже можно пользоваться, если нужно что-то быстро посмотреть вот так с высоты птичьего полета. Переходя к следующей части доклада про онкогеномику, я попробую рассказать про три отдельных задачи, которые можно решать с помощью онкогеномики. Первый – это поиск новых генов, раковых генов, то есть идентификация потенциальных драйверов. Далее – это выделение молекулярных потипов опухолей. И самое интересное – индивидуальный подбор терапии, которая должна помогать именно конкретному пациенту. Начнем с поиска новых раковых генов. Вот на этом слайде приведены четыре разных алгоритма. Я, наверное, все четыре рассказывать не буду. Самый простой способ – это, смотрите, у нас есть ген, он мутирован, то есть в нем накоплены мутации. И эти мутации накапливаются с какой-то фоновой частотой. При этом, если этот ген мутирован, в нем мутации больше, чем мы бы ожидали при данной частоте, то, наверное, этот ген важен для развития рака. То есть если бы мутаций там не было, то значит он не важен. Другой пример – это анализируя… Давайте вот этот расскажем пример. Если мутации группируются в какой-то определенной позиции, то ясно, что, скорее всего, это не просто так, а это вызвано тем, что эта позиция важна для определенной поломки в гене и так далее. Здесь смотреть на сайты фсофрелирования и так далее. Существует портал, где применили все вот эти доступные на сегодняшний металл алгоритмы по идентификации достоверных раковых генов. Можно туда пойти и посмотреть как по отдельным типам опухолей, так и по генам. Например, TP53. Вот виды все его мутации и те опухоли, в которых он мутирован достоверно часто. Еще один очень часто используемый при анализе онкоданных портал – это Космик. Каталог соматических мутаций в раке. Они, например, поддерживают свой каталог Cancer Gene Sensus, в котором руками отбирают те гены, которые по их предположениям ассоциированы с раком. Еще они там поддерживают всякие интересные вещи, как, например, геномика чувствительности к различным лекарствам. То есть там есть клеточные линии, они разные раковые, они капают на них разными лекарствами и смотрят, насколько эти клеточные линии эффективны, насколько терапия для них эффективна. При этом для этих клеточных линий характеризованы, опять-таки, для них известен экзом, транскриптом и так далее. То есть вот целый готовый набор данных для того, чтобы анализировать, каким же именно лекарством в идеале нужно воздействовать на опухоль. Но поскольку современная наука, как сказал кто-то из предыдущих лекторов, это в значительной части пиар, то я не удержался и пропиарю работу, которую мы с профессором Машковским опубликовали два года назад. Мы предложили свой подход к идентификации раковых генов. Это связано с такой классическим анекдотом про самолеты Вальда. Наверное, вы слышали, но я все-таки это расскажу. Идея в том, что во время войны бомбардировщики, которыми союзники бомбили немцев, возвращались на аэродром. И статистику Абрахаму Вальду, перед ним была поставлена задача. Какие части самолета нужно бронировать для того, чтобы самолеты лучше выполняли свою задачу. Ну, казалось бы, вот прилетел самолет, на нем есть дырки. Кажется, наивное решение стоит в том, что давайте поставим побольше брони туда, где есть дырки. Но на самом деле ответ, конечно, в том, что ставить броню нужно туда, на тех самолетах, где дырок нет. Потому что если самолет вернулся и в нем есть дырка, то значит это место не является критически важным для функционирования самолета. И поэтому, применяя ту же самую аналогию, мы хотим найти те гены, которые в раке мутированы реже, чем в норме. То есть мы берем те гены, в которых сильные мутации в раке отсутствуют по сравнению с нормой. То есть если этот ген мутирован в раке, то тем самым кажется, что этот ген является уязвимой точкой ракового генома. И, соответственно, нанося туда удары, мы можем с большей вероятностью думать, что мы на правильном пути. Еще один вопрос к аудитории. Вот слева и справа две картинки. То есть вот это у нас ген, это у нас количество мутаций в конкретной позиции. Где супрессор ген-коген? Молодцы. То есть вот, конечно, у нас все мутации расположены в одной точке. Чтобы что-то активировать, мы должны открутить одну-одну определенную гаечку. Далеко не все. Если мы будем откручивать все гаечки вместе, то, скорее всего, все это сломается. И тогда будет супрессор. Нам нужно его, наоборот, выключить. Отлично. Следующая задача онкогеномики, которую можно решать, это выделение молекулярных потипов опухолей. Зачем это нужно? Чтобы максимально персонифицировать лечение. То есть пока еще вопрос не стоит о том, чтобы лечить конкретного индивидуального пациента. Но о том, чтобы хотя бы разбить пациентов на какие-то группы. И уже внутри этих групп давать более или менее специфичное лечение. Это впервые приобрело большую популярность в начале 2000-х, концу 90-х с развитием технологий микрочепов. Научились делать экспрессию генов и сразу, конечно же, бросились применять это для рака. И вот, например, самая классическая работа, когда для диффузной баклечной лимфомы анализировали экспрессию. И выяснилось, что есть два разных и более разных типов пациентов, у которых активированы или наоборот супрессированы различные сигнальные пути. И что самое интересное выясняется, что эти разные группы имеют различную выживаемость. И, соответственно, тогда мы должны использовать разную стратегию. С раком молочной железы это тоже классический метод, который позволил разделить исходно кажущиеся однородным заболеваниям на разные подтипы. И это масса работ, которые этому посвящены. И современная классификация рака молочной железы в существенном образом основана на имеющихся мультиклерных маркерах. Ну и вот пример молокулярного подтипа, который делают сейчас CCJ, это уже смотреть на конкретные гены и на частоту мутирования генов. То есть выясняется, что это рак колоректальный. Выясняется, что есть два разных типа. Первые люди, у которых сильно-сильно повышен скорость мутирования, это гипермутатит тюмерс. И другие, у которых частота гораздо меньше. И вон мы видим там APC, классический супрессор часто мутирован. Дальше можно переходить, изучая отдельных генов, экспрессия которого нестабильна, пытаться сокращать размерность и анализировать данные уже на уровне сигнальных каскадов, то есть более крупными блоками. Опять, тут для биоинформатиков огромное поле деятельности, которым всем очень нравится заниматься. И масса работ на эту тему, ну и вот пример одной из них. Если мы будем делить глиобластом и смотреть, какие разные сигнальные каскады внеактивированы, и одновременно пытаться искать разных пациентов с различными экспрессиями в этих каскадах, и ура, ура, получается, что эти пациенты имеют достоверно разную выживаемость. Существуют еще более продвинутые методы, там, например, часто используют парадигм, где пытаются использовать не только экспрессию, но и объединить экспрессию с данными по мутациям. Довольно хитрая математика, мы не будем рассказывать, но идея в том, что сегрегируем вместе самые разные типы данных, и это нам опять-таки даст более разумное биологическое точное зрение группирование пациентов на группы. Ну и, наконец, переходя к самой интересной части, на мой взгляд, вот мне очень нравится эта картинка ДНК в кровати, то, что было вчера, в кавычках вчера, так называемой персональной онкологии 1.0. Это когда мы тестировали геничные гены на чувствительность к определенной терапии. Это то, что врачи используют в своей постоянной практике. И это опять классические какие-то примеры, которые большинство знает. И это то, что все используют. Ну вот прям базис. Об этом, например, в частности рассказывал Евгений Наумович на своей лекции. Но, естественно, что от тестирования единичные гены самым разумным, что можно сделать, это давайте будем тестировать не один ген, а сразу 10 или 20, сколько можем. И сейчас существуют различные конторы, которые этим занимаются. В частности, одна из самых известных, это американская компания Foundation One. Они секвенируют сразу несколько сотен раковых генов одновременно и формируют список препаратов, которые будут являться наиболее эффективными у данного пациента. Стоит это порядка 6 тысяч долларов для трендели, но в ряде случаев это покрывается страховкой. Проблема в том, что тут нам требуется лечение требований к врачу. То есть врач должен понимать, что же ему нашли, и быть в состоянии, ну хоть как-то сколько-нибудь критически проинтерпретировать найденные результаты. Другой пример. KERES, тоже такая одна из крупных компаний, которые этим занимаются. Они дополняют исследования NGS другими технологиями. PCR-ом перепроверяют, FISH делают, дисхимию и так далее. Опять это стоит порядка 7 тысяч долларов. И на выходе имеем приоритетизированный отчет с потенциально-эффективными мутациями. Опять классический пример. Это тест MAMMA PRINT. Здесь уже анализируют не мутации, а анализируют экспрессию. Выяснилось, что если взять 70 генов, в определенном последовательности их засунуть в формулу, то можно получать предсказание, будет ли рецидив рака молочной железы или нет. Этот тест сертифицирован FDA и вполне себе применяется. Другой опять классический пример. Опять с раком молочной железы. Это онкотайп DX. Тут вон прям их формула, она прямо написана. Тут уже 21 ген. RT-PCR смотрим и опять предсказываем, нужно ли им давать дополнительную химиотерапию или нет. Они разрабатывают аналогичные тесты для других типов рака. Таких компаний, которые предлагают вам услуги по так называемой персональной онкологии 2.0, их на самом деле очень много. Их больше 30 и самые разные фирмы представлены, прежде всего, в Европе и в Штатах. Опять-таки, они все, в принципе, более-менее одинаковые. И тут вопрос, кого выбрать. Когда мы говорим об общей схеме, как же они все работают. То есть последовательность в том, что сперва мы получаем образец, дальше мы отправляем его на секвенирование, либо на секвенирование, либо мы отправляем на аутсорс другую фирму, идентифицируем найденные мутации, дальше получаем отчет с найденными мутациями. И вот здесь самое сложное и самое интересное, это когда мы должны проанализировать найденные генетические нарушения и уже сделать какой-то клинический вывод. Вот чуть-чуть более подробно нам нужно от огромного количества найденных СНИПов дойти до тех мутаций, которые являются наиболее интересными, которые являются клинически значимыми. Сперва мы должны, конечно же, откартировать на геном, найти мутации. Если у нас есть образец и нормы, и опухоль, то мы можем отделить соматические мутации от герминативных. Следующий этап, этап антации и партизации, мы должны, обычно удаляют некодирующие и недостоверные варианты, но вот некодирующие варианты, конечно же, большинство, но непонятно, что с ними делать. Их поэтому обычно всегда выбрасывают. Дальше проконсультироваться с известными базами данных. Если эта мутация встречается уже ранее, встречалась точно такая же мутация у пациента с похожей на злоги, то, скорее всего, эта мутация интересная, и на нее дальше надо смотреть. И наоборот, если эта мутация встречается условно здоровых людей, то, скорее всего, давайте думать, что эта мутация незначима для развития рака. Отдельным способом это является способом отличения драйверной мутации от пассажирских. Ну и самое интересное, клиническая интерпретация. Мы заглядываем в самые разные базы данных по фармакогеномике, с тем, чтобы вытащить оттуда сведения, вот мутация такая-то, нужно давать такое-то лекарство. Ну и, конечно, смотреть на данные литературы. Чуть-чуть еще раз более подробно. Чтобы картировать на геномутацию, существует масса разных программ. Чаще всего используют SNPF, ANOVAR. Здесь, на этом этапе, мы можем выкинуть все мутации, которые в некодирующем, межгенниках, ну и так далее. Синемичные мутации. После того, как мы остались только с несинемичными мутациями, дальше нам нужно предсказать, насколько эта мутация, замена, насколько эта минокислотная замена повлияет на функцию белка. И тут опять в информатике постарались множество самых разных алгоритмов, которые пытаются делать свои оценки так называемых скоров патогенности. Это известные самые программы, Polyphen 2, SIFT, Mutation Assessor и так далее. Используя самые разные признаки, которые можно придумать, анализируя белковый секенс. Вот часто используют, например, Mutation Assessor. Вы туда загоняете мутации, сборка, хромосома, что на что поменялось, и он вам выдаст число, некое магическое, согласно которому он считает, что эта мутация повлияет на белок сильно, или она не скажется никак на его функционирование. Проблема в том, что таких программах много, и вообще говоря, они, конечно же, не согласуются между собой по своим результатам. Но ничего более разумного, чем устроить консилиум, тут сложно придумать. Есть там свои методы, опять, как их агрегировать, может быть, несколько более правильно, чем просто голосованием. Но вот эта проблема есть, и про нее надо понимать, что, конечно же, надо верить только тому предсказанию, которое дает большинство программ. Говоря о следующей проблеме, важно понимать, что вообще говоря, патогенность и драйверность – это не одно и то же. То есть все вот эти программы, полифен-2, они прежде всего заточены на патогенной мутации. И патогенность не обязательно равна драйверности. То есть, например, да, мы можем отфильтровать мутации, которые вряд ли повлияют на структуру белка, но тут нужны свои собственные специализированные алгоритмы. И проблема в том, что таким алгоритмам нужно иметь большую обучающую выборку, что далеко не всегда возможно. Вот, например, таким стандартным подходом является ЧАЗМ, кроват, основан на машинном обучении. И из космика берет обучающую выборку, опять вы в него кладете мутации, он на выходе дает скор, является ли, по его мнению, данная мутация драйверной или нет. Далее. Когда мы говорим о тех мутациях, которые мы выявили, их можно разделить на три категории. Самые интересные мутации, это так называемые экшнабл мутации. Это те мутации, которые говорят нам, какое лекарство нужно давать, какому лекарству будет резистентность, каков прогноз. То, с чем врач может что-то сделать. Он прочитал, ага, есть эта мутация, ему понятно, что нужно делать. Но есть другая категория мутации, информативные мутации. Окей, мы знаем, что в колоректальном раке мутирован APC или мутирован P53. Ну и что? Ничего с этим, кроме как принятия к сведению, ничего к этому, в большинстве случаев, с этим больше сделать ничего нельзя. И, конечно же, большинство мутаций, которые вы найдете, они будут мутаться в каком-то гене, который никак, на первый взгляд, с раками не связан. И большинство из них будет относиться к мутациям с неизвестной значимостью. Есть данные, опять база данных, в которых накапливается информация о так называемых вот этих actionable мутациях. И вот из известных это MyCancerGenome, Personalized Cancer Therapy, PGMD, PharmGKB. MyCancerGenome, одна из наиболее популярных, указываете нозологию, ген, мутацию, и вот он вам выводит список лекарств, которые, согласно на данном литературы, являются применимыми в этом случае. Вот там что-то, мутация в Берафе, ну вот да, надо давать гибитр Бераф. Кто там? Вимурф, Венип. Да, окей. Существуют, но надо понимать, что вообще говоря, такие подходы, они не являются панацеей. И далеко не в каждом случае мы можем дать пациенту рекомендацию, основываясь на данных у его геномии. Вот в работе относительно недавней проанализировали 4000 пациентов. Только 6% пациентов мы можем, имеют мутации, для которых существуют одобренные лечения. То есть только 6% пациентов мы можем помочь вот прямо сейчас. Но если использовать репозиционирование существующих лекарств, то есть когда мы дадем какое-то лекарство, которое одобрено для другой нозологии, то скорее мы можем помочь большему количеству пациентов. Если еще учитывать лекарства, которые сейчас находятся в клинических испытаниях, то еще большему проценту. Но надо понимать, что эти числа, они, конечно, относительные. И прибегать к такому репозиционированию возможно только в определенных случаях. И это, конечно же, должен решать врач. На другой работе проанализировали чуть меньше геномов и опять выяснилось, что в 75% обнаружатся экшн-бомутации. То есть вот эта доля экшн-бомутации, она на самом деле не стопроцентная. То есть далеко не всегда наш анализ к чему-то приведет. Но она достаточно большая, чтобы 75% это тоже далеко не мало. Конечно же, развиваются подходы, когда смотреть не только на список мутаций, который у вас есть, но и попытаться использовать какие-то существующие наши биологические знания о сигнальных каскадах. То есть давайте попробуем найти те сигнальные каскады в раке, которые дерегулированы, которые ответственны за ту моргинез. Попробуем наложить туда разные типы данных. То есть, например, мутация в каком-то регуляторе. И дальше мы смотрим, как этот регулятор воздействует на гены. И если у нас есть данные по экспрессии, то мы можем наложить их на эту генную сеть и посмотреть, действительно ли эта мутация является прям важной и нарушающей функцию регулятора. Посмотреть на эти каскады и пытаться прийти каким-то сгенерировать какие-то клинически значимые идеи. Вот пример такой работы, где пытались делать ровно это. Взяли 100 случаев различных раков. Помните, были самые разные нозологии. И делали даже не экзом, а делали полный геном асиквенирование и RNA-SEC. Занимало все это от 50 до 80 дней. Я забыл сказать, что время, которое тратится на этот анализ, оно является критическим. Евгений Наумович говорил, что он хотел 2 недели. 2 недели это тяжело, но 3, наверное, можно. Смотрите, в 65 и 100, в 78 они проанализировали, в 65 случаев нашли какие-то информативные мутации, а экшнабл мутации из них составляются еще меньше, 55. Какие-то пациенты слишком уже, им невозможно назначить то или иное лечение. Далее в 34 и в 14 пациентов наблюли значимые улучшения. Таким образом, доля пациентов, которые можно помочь, она составляет 18%. Что, конечно же, кажется немногим, но мало, так сказать, с точки зрения обычных человеков. Что такое 20%? Но с точки зрения онкологии и с точки зрения спасенных жизней это колоссальная цифра. 18% это 78, 14,78. Я работаю в компании в стартапе персональной медицины, где мы пытаемся с научной точки зрения разрабатывать различные подходы к интеграции данных МГС, будь то ИРН и СЕК, и будь то мутации. И мы пытаемся разрабатывать подходы, которые позволили бы генерировать вот такие персонализированные рекомендации в каждом отдельном случае. у нас есть свои методы по работе с данными каскадов, по своими системами биологии. Пытаемся вместе собрать как можно больше данных по фармакогеномике из известных баз для того, чтобы сгенерировать итоговый отчет с обоснования терапии. Вот в качестве примера одного мы строим для каждого пациента идея в том, чтобы построить молекулярный каскад, который бы объяснял имеющиеся нарушения. То есть мы умеем выделять регуляторы транскрипции и умеем смотреть на дифференциальную экспрессию. Идея наша в том, чтобы выстроить вот эту цепочку, что мутация в каком-то регуляторе приводит к наблюдаемым изменениям в экспрессии. Соответственно, этот каскад является ключевым и, соответственно, мы можем давать, в данном случае, можно давать серфинип как рекомендуемое лечение. Конечно, когда было 2.0, следующим логичным шагом это сделать персональную онкологию 3.0. Идея в том, чтобы поместить пациента в некий такой круговорот, в рамках которого мы будем прогонять его по кругу. То есть мы будем брать биопсию. Всякими нашими умными методами мы будем доставать из него всевозможные типы данных. Самое сложное это здесь, это каким-то волшебным, магическим образом находить те регуляторы, те мишени, на которые можем воздействовать, пробовать это, на мышках проверять. И в идеале вся эта штука должна сильно улучшить существующие стандарты лечения. Это такой стойграль, к которому мы должны стремиться. Допустим, у пациента прошел рецидив опухоли, в этом случае мы прогоняем его второй раз по этому кругу и успешно боремся в идеале с развитием опухоли. Проблемы и трудности. Конечно, их очень много. Прежде всего, это чисто биологические проблемы. То есть опухоли, они гетерогенные. И то, что мы научились, то, что те мутации, которые мы достали из опухоли, далеко не факт, что это те мутации, которые на самом деле отвечают за клиническое проявление. У нас есть относительно мало лекарств. Не на каждый раковый ген мы можем воздействовать. Что делать с супрессорами? Мы в общем случае ничего не знаем. Стоимость. Стоимость, кстати, тут у нас время на нашей стороне. Разнообразие типов данных. То есть на каждом этапе не существует какого-то золотого стандарта, как с этим работать. Соответственно, нужны специалисты самого широкого профиля, которые бы понимали бы, как работать с разными типами данных. Разные алгоритмы, разные техники и хранения данных, и анализы, и так далее. И здесь очень высокие требования предъявляются экспертам, которые должны работать в этой области. Прежде всего, они должны, конечно же, консультироваться с врачами для того, чтобы делать какие-то разумные выводы. И bottleneck во всем этом анализе, он, конечно же, вот здесь. То есть в анализе интерпретации. Здесь мы все можем делать автоматически. Но вот здесь очень трудно заменить человека. Рак сложнейшей болезни. Его биологию мы не понимаем до конца. И надеяться, что у нас будет какой-то алгоритм, где мы нажмем волшебную кнопку, и она вам сразу выдаст разумное лечение. Ну, мне кажется, на данном этапе несколько преждевременный. Конечно же, тут должен сидеть суперквалифицированный профессионал, который понимает как клинику, так и генетику. Но ура! Время на нашей стране. Опять, это прекрасная картинка с уменьшением. По оценкам, в 2017 году уже более половины разных типов опухолей будут к ним применяться. в Штатах, конечно же, генетический анализ. Ну и закончить мне хочется такой статой прекрасной из статьи, что уже больше не вопрос, нужно ли делать или не нужно делать типомерогеному. Вопрос, кто, кому, когда и каким образом. На этом у меня все. Спасибо большое. Спасибо большое, Михаил Алексеевич. Вопросы вижу. Спасибо. Может, я вас неправильно услышал, я просто не совсем понял. Вы сказали, что если мы найдем соматическую мутацию, причем есть какая-то и гермлайн-мутация, то, скорее всего, соматическая привела к раку, а не к гермлайн. Или я что-то не так понял? Ну, просто оно важнее, как ты? С большей вероятностью. Почему? Потому что гермлайн-мутации есть у вас с рождения. Тогда рак у вас бы возникал прямо с самого супер-супер-рождения. И именно если у вас уже есть мутация в каком-то раковом гене, то ваша дорожка сокращается. Но она не становится ни один шаг. То есть все равно нужен ряд соматических мутаций, чтобы развелась опухоль. То есть одной мутации герматинной недостаточно. Хорошо, спасибо. Да, конечно. Единственное спасибо вам большое за лекцию. Было очень интересно. А у меня вопрос такой. Когда вы рассказывали про драйверные пассажирские мутации, у вас прозвучала такая фраза, что для возникновения опухоли нужно не одна мутация, чтобы было 4-8. Эти мутации должны быть в одном гене или в нескольких разных генах? Конечно же, в нескольких разных. То есть от того, что они произошли в одном гене, нам нужно обычно... я просто выкинул множество каких-то, на мой взгляд, простых слайдов, потому что тут люди все образованы, и я не стал рассказывать прямо по самой базе. Конечно же, мы должны, мутации должны затронуть несколько генов, несколько, чтобы привести, такая называется система Cancer Hallmarks. Про нее тоже рассказывали. Должно произойти ряд событий в разных каскадах, которые приведут к тому, что рак будет обладать определенным набором свойств. И для этого нужны мутации в разных генах. Жалко, что я выкинул слайд, который у меня был. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. А вот как вообще соотносятся данные по RNA-секу и по анализу генома? И известны такие случаи, когда какой-то ген гиперэкспрессирован в раковых клетках, но при этом не несет мутации в кодирующей части гена? Конечно. Ну, то есть такое-такое сплошь и рядом. То есть от того, что ген гиперэкспрессирован, скорее всего, допустим, есть мутация в его регуляторе, который уже регулирует данный ген. И мутация, конечно же, не обязана быть в самом гене, который находится на нижнем уровне. Такое сплошь и рядом. Да, просто вот из вашего доклада у меня сложилось впечатление, что вы обращаете больше внимания именно на кодирующие части генов. Да. То есть на... Это правда. Просто потому, что более-менее понятно, что с ними делать. Что делать с не кодирующим? Да, есть свои подходы. Окей, если мутация попала на известный какой-то сайт связывания трансформационных факторов, да, можно думать. Но это пока не используется прямо вот так широко. То есть пока все смотрят, в первую очередь, на кодирующие части. Спасибо. Не вижу больше поднятых. Вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за очень познавательную лекцию. Я хотела бы спросить такое, задать такой вопрос. Вы сказали, что не все гены могут быть мишенями. Ну, во-первых, просто по возможной неграмотности спрошу. Я так понимаю, не все продукты реализации генной информации могут быть мишенями. Ну, то есть вы же все равно на какие-то антигены, на белки, на что-то метаболическое смотрим, а не на сами гены. В теории мы, конечно же, можем заблокировать с вами каждый ген, используя технологию с RNA, да? В теории. Но я имел в виду, наверное, клинику, да? То есть вы не будете, пока эта технология не дошла до того, чтобы действовать в клинике для пациента. Ну, да, конечно, мы можем делать в единичном каком-то случае, но пока это просто еще не в практике пошло. Во-вторых, да, мне интересно как раз, а почему не все могут быть мишенями? Чисто потому, что у нас еще технологии не дошли до этого? Или потому, что как-то метаболически, технически, каким-то образом по биологическим механизмам мы не можем использовать некоторые белки или гены в качестве мишени для того, чтобы заблокировать развитие опухоля? Спасибо. Ну, вот, насколько я понимаю, прежде всего у нас есть два способа. То есть это либо антитела, антителами, но тогда белок должен торчать на поверхности, чтобы его схватить, либо малыми молекулами. Но, опять-таки, далеко не каждый белок мы умеем блокировать. То есть вот этот drug discovery, то, что нам рассказано на первой лекции, это целая огромная сложная область. и как отобрать из миллиарда, ну, миллиарда, миллиардов известных малых молекул одну, ту, которая подействует на наш ген, это огромная нерешенная задача. Ну, в общем случае, да. И, конечно же, пока мы не можем воздействовать на каждый ген, ну, легко, да, и вот прям взял с полочки и дал пациенту. Прошу прощения, то есть пока что это именно техническая в основном проблема. Чисто наша, грубо говоря, недоразвистость в этой области. Ну, наверное, да, техническая, ну, такая серьезная техническая. Ну, естественно. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Я хотел спросить, вот вы говорили, сравнивают, ну, больной и здоровый. А сравнивают ли пациентов с доброкачественными заболеваниями вот в таких вот исследованиях и пациентов с раком? И хотел еще спросить про опухоли с невыясненной первичной локализацией. Существуют ли подходы по определению, вот, где локализована опухоль, чтобы узнать там, где метастазирование, где первичный очаг? Спасибо. Спасибо. Вот на первый вопрос я даже не знаю, что разумного ответить. Ну, просто не знаю. Наверняка сравнивают, но вот так ничего, ну, в голову не приходит. Нужно ли это? Хороший вопрос. Наверное, нужно, да? В общем, надо подумать. Просто вот так ничего разумного сказать, к сожалению, не могу. Про второй вопрос, как раз вот именно когда опухоль неизвестна для локализации, это как раз является таким показанием к проведению вот этих молекулярных анализов. То есть если вы откроете сайт этих фирм, у них одно из условий, когда они рекомендуют их тесты заказывать, это когда-либо поздняя стадия какая-то, когда уже нужно хвататься за что-нибудь, или когда мы не знаем, с чем мы имеем дело. Потому что именно анализируя геном, мы можем в каком-то поразнете случаев что-то разумное сказать. В отличие метастазирующие и интервью начат можно? Да, можно. Да, то есть если у нас есть данные по и тому, и тому, тогда мы можем сказать, кто был первичным. Можно еще вопрос? Я хотела спросить. Да, да. Михаил, такой вопрос. Я понял, что вы работаете в Personal Biomedicine, в этой компании. Название очень такое у нас, но вы не обращайте внимания. Да нет, это личное название, особенно если вы действительно выполняете коммерческие заказы. Нет, мы не выполняем коммерческие заказы, у нас это все на стадии пока R&D, скорее так. Мы этим занимаемся, условно говоря, для души. То есть мы коллаборируем с МГУ и анализируем данные. У нас тут недавно был большой проект, в рамках которого мы проанализировали 50 больных с раком печени, и это пока чисто научная работа. То есть нет выхода пока что в реальную клинику. Это требует, с моей точки зрения, требует существенной уверенности в том, что вы на самом деле поможете больному. То есть прежде чем идти в клинику, вы должны быть 100% уверены, что вы не мошенник, скажем так. Вы только онкологические проблемы изучаете или еще какие-то тоже? Мы команда биоинформатиков, мы готовы взяться за что угодно. А по факту были другие не онкологические какие-то исследования? У нас был опыт анализа данных экзома пациента с умственной недостаточностью, но это вот единичный был случай. А так все онкология. Собственно, мой вопрос уже был задан. А в каком виде еще хотелось бы узнать конечный отчет, он ориентирован на врача? Конечный отчет конечно же должен быть в первую очередь ориентирован на врача. И тут если вы посмотрите на сайтах этих контор, они обычно вешивают пример. Обычно он не очень большой, там страницы 2-3, но опять-таки хотя нет, вру, иногда бывает и больше. Иногда они хотят вас поразить каким-то большим объемом работы, который был произведен. Но обычно самое главное там таблица с найденными мутациями и прям вот рекомендация давать то-то и дают ссылку на статью или на клиническое исследование и так далее. То есть суть работы, суть отчета, она маленькая. Конечно же можно воротить там воды побольше. Желающие задать скажем так публично вопросы всякли. В таком случае переходим к более частному общению.